друзья всем привет прошлый раз я вам показывал поэтапно как делать вот такие изумительные ножи из биметаллического полотна ножи получаются очень хорошенькие в них как бы мало работы с ними вот полотно 09 то есть уже по толщине тут все отлично только вот снять спуске сделать и заточить ну естественно вырезать там ставить рукоять приделать и все это я вам показывал но тут у меня за зиму вот подписчики прислали прислали вот полотно еще такое широкое 41 миллиметр от другой какой-то машины и толщина у него 1 и 3 миллиметра это уже как бы многовато здесь приходится спуске снимать побольше работы с этим полотном много если делать вот такие кухонные ножи что не совсем хорошо как бы много шкурки вот этой ленточек наждачных из расходуется большой расход при работе вот с этим полотном но зато с этим полотном хорошо из этого полотна хорошо делать вот такие вот ножи карбоновые по мотивам скандинавских ножей моро классик вот такой он замечательный ножичек вот им хорошо все резать по мотивам моро классик вот из этого полотна изумительный ножичек получается не обязательно из этого полотна делать кухонные ножи хотя можно стать очень хорошенькая у меня вообще предпочтение я вот всегда отдаю вот этим старым советским ножам которые финны тогда делали раньше финляндия была в составе ссср или россии и вот эти артели делали вот такие скандинавские ножи но из этого полотна я не могу сделать такой нож потому что у меня нету оковочек вот этих оковочек нет поэтому я делаю на заклепочках вот так вот делаю на заклепочках только лишь потому что нет оковочек были бы оковочки я бы вот такие ножи делал это эталон ножа так и потом раздобыл раздобыл вот нержавеющий такой вот стали 65 х 13 она вот такая ржавая сверху кондовая вот лазером мне ребята нарезали вот таких вот заготовочек там я их просверлил из них получаются хорошенькие ножи то есть уже более как бы современные вот это вот такие вот современные ножи можно сказать из современной стали нержавеющей но работы с ней очень много очень потому что всю эту черноту надо снимать расход шкурки очень большой делается так с большим трудом знал бы и наверное не связывался вот из полотна намного намного легче проще режет изумительно вот эти ножи режут изумительно вот из этого полотна из этого полотна 1 и 3 миллиметра вот я тут сделал нам пожестче такой пожестче но реже тоже классно то есть кто любит помягче вот могут делать вот видите вот кто любит помягче могут из этого полотна делать кто любит пожестче ножи тогда вот такое полотно родится это Это углеродка. Всеми любимая углеродка. Не знаю почему, но углеродка режет лучше. И весь инструмент строительный делается именно из углеродки. Это и пилы, и ножовки всякие, стамески, рубанки. Все это углеродка, потому что она действительно режет лучше, чем нержавейка. Так, кто у меня тут заказывал ближайшие? Вот я, ребятам, наделал. Кто у меня заказывал в том году? Ну, у меня этого осталось вот один. Здесь чуть-чуть. Короче, немножко вот я... Я уже старый, я не могу это делать, вот сидеть и днями, и ночами эту всю фигню делать. Немножко вот сделаю для подписчиков, таких вот людей, которые понимают в этом толк. Немножко сделаю, и на этом я заканчиваю все эти опыты проводить с железом всяким. Это же нож не кухонный, вот им можно построгать там деревяшку какую-то, да? Вот смотрите, как она хорошо это вот строгает. Гамотилом Морый Классик. Можете делать, вот изумительная, изумительная углеродочка получается. Ножи замечательные просто получаются. Видите, да? Она такая толстенькая, да, 1,3. Режет, режет, вот замечательно, смотрите как. Прямо прелесть. Но это кухонный нож, он вообще, он тоненький, он разрезает этот нож. Изумительно. Филейничек. Прекрасно. Это как называется, нержавейка 65Х13. Смотрите как, нормально режет. Она пожестче немножко, чем эта. Отличные ножи. Так, ну и все. Что я хотел сказать? И вот люди могут спросить, нафига я делаю ножи, когда в магазинах полно ножей? Но, если вот для строительного ножа, для хозяйственного, толщина, там в 2,2, 3 мм, это хорошо, то для кухонных ножей, вот они, 2,1, больше 2 мм, вот маленький нож, 1,6, 1,5, это толстые, они толстые, они кондовые. Вот, 1,6, оно же не гнется, оно же дубовое, как им резать? Им резать невозможно, оно же дубовое, и он тупится постоянно, его надо точить, точить, и точить, попробовали. Единственный плюс вот этих ножей, их можно в посудомоечную машину, вот они специально сделаны для посудомоечной машины. Ну, как бы стирать их хорошо, но резать ими отвратительно, они тупятся постоянно. И они жесткие, очень твердые. Настоящий нож, он должен быть мягеньким, он может быть тоненьким, тоненьким. А эти что, они же все толстые, они же все толстые. Вот, 1,7, а должна быть единица, чтобы нож хорошо режем, 2 мм, а должна быть единица, тогда нож хорошо режем. Единица должна быть. Вот, классический нож, замеряем. 0,9, 0,93. Вот, вот классик. 1,26. Вот, для ножа скандинавского со спусками скандии, это хорошо. Даже можно еще толще. Вот так вот, вот 2,4, там 3 мм. Это допустимо, потому что это хозяйственный нож, вот, ему толщина не помешает. А кухонные ножи, они должны быть тоненькими, тоненькими. Тогда она хорошо и режет. Вот он, 1, 1 мм. Все, что толще 1 мм, это не кухонный нож. Я все показал в предыдущем видео, вот, как это все делать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok